Ребята, всем привет. Привет, привет. С наступающим Новым годом. Решили записать такой ролик, прогулка по предновогодней Москве, показать вам атмосферу. Но сегодня ужасный ветер, просто прям будет все глушить дико, прям порывы такие жесткие. Ну я надеюсь, получится прогуляться. Вот мы сейчас стартуем от Третьяковки. Видите, вот на Третьяковке уже елка тоже стоит, всякие ларьки с хаваниной и подделками. Вот, мы пойдем пешком через... Пойдем гулять, короче, от Третьяковки до Парка Зарядья, потом на Краснуху, потом по Тверской вверх и все вам покажем. Да, ну, чтобы вы знали, там плюс 4, плюс 5, иногда идут дожди. Да, в Москве той жара. 15 декабря. Настоящая европейская погода, но ветер сильный. Пойдем мимо ларьков, пройдем. Ну да. Короче, всякие пряники, чупа-чупсы тут. Вот. Тут всегда ярмарки всякие. Ну да. Тульский пряник. 7 хлебов в одно ебало заточу. Мы потом зайдем куда-нибудь поесть. Пофудья, да. Да, да, да. Давай где-нибудь поедем. А 5 рублик, может, нет или нет? Мне очень нет. Нищие тоже празднуют. Да, 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 да. О, а тут, смотри, суп 200 рублей. Большой сэндвич 300 рублей. Ну, такие цены. Что, ты хочешь супца въебать? Честно, я хочу, пошли. Ну ладно, ну вот, короче, Макдональдс, да, и мы пойдем пешком. Может, по Пятницкой пойдем? Или по... Пятницкой пойдем, как раз там на мост выйдем. Хорошо. Короче, все, мы сейчас пойдем. Следующее включение будет... Около Зарядье. Около Зарядье, да. Да. Ветер, пиздец, просто еле идем. Да, он прям восточен обратно. Прям реально, если я подпрыгну, у меня на 2 метра здесь вот, да, как бы. Ну вот, впереди вот это уже украшение. Ну вот уже, да, Немцов мост почти. А нет, это первый мост, потом следующий Немцов. Это мост Москва-реки к острову Балшу. Ну да, да, да. А вот, сейчас мы на него идем. Да. Друзья, но ветер лютый, как бы, будет ли что-то слышно. Вот мы идем по мосту. Вот, видите, Кремль. Впереди храм Василия Блаженного. Тут вот такая иллюминация. И вон там парк Зарядье. На той стороне сейчас мы туда придем, скоро. Друзья, вон там, на другой стороне, мемориал Бориса Немцова. На этом месте убили Бориса Ефимовича. Тут, наверное, не будет видно. Там вон дежурные стоят. Там всегда есть мемориалы, всегда стоят люди. Цветы, портреты Бориса Немцова. А мы идем в Зарядье, тут спустимся. Друзья, ну вот мы пришли в Зарядье. Тут такой же сильный ветер. Людей мало, не так много. Обычно здесь толпы туристов. Сейчас что-то не особо много. А я хочу сказать, что вот я не был никогда в Зарядье. Я только его видел на лекарственном береге, где клуб Берми. Ага. Частенько там бывал. И вот первый раз, да. Ну как тебе вот такие всякие фонари? А меня вообще это как-то не возбуждает. Мне кажется, что это ну чересчур пафосно. Ну да. Такое имперское такая тема. Ну вот и вообще вот вся эта... Не, было бы охуенно, если бы тут стояли ларьки, в которых продавался там и пивац, хот-доги. Я хоть не пью как бы, но я всячески поощряюсь в свободную торговлю как бы. Ну сжигалка, например, убедя, сигарету прикурить. Хот-доги всякие, чай. Ну потому что пустына. Вот человеку здесь даже нечего купить. Как бы вот какие-то закрытые, дорогие, дико дорогие торговые центры. И все. Давай вот пойдем наверх, чтобы вот на тот мост попасть. Ну вот какой-то мост там главный. А вот, пожалуйста, какой-то забегаловка. Ну а тут, да, тут забегаловки, но они дико цивильные и дорогие. Поэтому как бы вот, а чтобы как бы человек, который приехал из провинции посмотреть и хочет сожрать хот-дог, он не может тут сожрать. Он будет просто ходить и сосать лапу. Можно было бы и зайти, но не будем. Да, потом где-нибудь на Тверской поедим. Смотрите, друзья, зеленая трава. Как в Европе, потому что Россия это Европа. Вот, видите, зеленая травишка. Если бы ветра не было, вообще Европа. Но вот ветер не европейский. Ветер сильный, да, такой северный. Азиатский ветер. Азиатский ветер, да, ветер лютый. Друзья, ну вот, короче, главный мост, куда все приходят, чтобы сделать целфи на фоне Кремля. А если вот там дальше ты встаешь, получается, что ты как будто там на фоне Кремля стоишь. Все сюда приезжают со всего мира, со всех регионов. Высотка Сталинская. Высотка на Котельнической набережной, жилой дом, где снимали в том числе фильм «Стиляги». Очень интересный. Да, да, да. Котельная на той стороне. Вот, смотрите. Такой вид. Вот пробка, пожалуйста. Пробка московская, да. В одну сторону. А сегодня была пресс-конференция, как бы, у деда, и он должен возвращаться домой, тут где-то дорогу перекрывать должны. Ну, подожди, он уже вертолетом летал. Ну, он, может, вертолетом улетел уже, да. Тут, кстати, часто, да, летают вертолеты. У меня на канале был ролик, как они залетали в Кремль, как раз. Один вертолет над мемориалом Немцова специально всегда каждый раз снижается, чтобы вам все раскидало. Ну, диссиденты говорят, что специально снижается, как бы, не знаю, насколько специально или нет, но факт, что снижается, я это заснял. Да. Ну, так красиво, в принципе. А сейчас мы идем на Красную площадь и посмотрим, что там приготовлено к Новому году. Там уже стоит елка. Наверное. Ну, то есть, ну, да. Да? А может и нет. Там каток точно на всю Красную площадь. Идет куранты. Тут при входе на Красную площадь усилены ряды силовиков, как всегда. Ну, и сильный-сильный ветер. Вон елка. А катка-то и нет сейчас на Красной площади. Обычно тут каток был каждый год. Хотя, может, где-нибудь там подальше. Давай посмотрим. Елка там будет. Ну, да. К елке подойдем. Ну, такой на европейский манер. О, дымов, видишь, сосисочная. Вот, пожалуйста. Хотел. О, доги, да-да-да. Сколько стоит? 200 рублей. 200 рублей стоит сосиска. Музыка сильная прям. Вот этот музыкальный шум надо делать тише. Очень громкая музыка. По худея играет. Вот кузнец. Можно тебе монету выковать. Брелок. Можно шапку купить. О, видите. Жарится нога. Нога свиная жарится прям. Как в Европе. Можно ногу съесть. Не, каток есть? Или там карусели какие-то? Да. Вот музыкальный фон очень херовый. Сильно громкий какой-то вообще. Все заглушает. Ну и ветер ужасный. Вот носки можно купить. Если ноги замерзли. Друзья, каток есть. Вон люди катаются. Но мы на каток не пойдем. Я не катался, наверное, лет 15 вообще с детства. Или даже 20 лет не катался. Но ты играл в хоккей. Я играл в хоккей в детстве, да. Так что я теоретически должен еще стоять на коньках. Вот, друзья, мы идем к елке, которая стоит на Красной площади возле Гума. Чтоб показать вам ее центральную елку Москвы. Причем из страны получается. Причем мне почему-то она всегда кажется довольно убогой. Убогой, да, да, да. По сравнению даже с Красноярской елкой. А в Кемерово поставили там, по-моему, за 18 миллионов. Вот в Кемерово по-любому елка без дачи, чем на Красной площади. Ну да, ну какие-то картонные, глядя, ракеты. А так в школе, я помню, раньше мы делали сами игрушки для района елки. Клеили там из коробок из всяких. В 90-е годы. Вот так же каких-нибудь школьников Собянинцы заставили склеить ракету, как бы. Да, помимо всех вопросов, вот этот каток для меня, как для болельщика хоккея с плечом, всегда очень интересен. Он вообще правильный каток, потому что здесь происходят детские турниры, всероссийский турнир по хоккею с мячом. На призы, на призы святейшего патриарха Московского. Да, и я вот думаю, что ну ладно, пусть он занимается хоккеем. Просто я очень люблю этот вид спорта, я даже готов, ладно, Кирилл. Мне кажется, это маленький стадион для хоккея с мячом. А это мини-хоккей с мячом, ну для детей совсем. А, конечно, хоккей с мячом там поле как футбольное, да, да, да. Но здесь играют вот дети, приезжают со всей страны, и сам патриарх их там поздравляет. Он ослабляет на спорт, на победу, и дарит медали, то есть, ну, такой просто факт. Да. Друзья, вот мы вышли на манежку, оказывается, ёлка, которая более шикарная. Она стоит на манежке, а не на Красной площади. А тут прям вообще такая здоровая ёлища. И не одна, а вон ещё чуть поменьше ёлка. Тут много, но денег на новогодних праздниках пилят просто вообще космическое какое-то количество. Колоссальное. Всё блестит, круто. Всё блестит вообще. Торгуют. Да, да, да. Вся Россия работает, чтобы Москва отпраздновала Новый год. Нормально, да? Вот такая ёлка. Здесь вместе у нас всё получим. Тут сцена, там пляшут какие-то бобцы. Обратите внимание, бобец. Она как будто китайские веера, что ли, да? Ну, да. Вот какие-то ходят люди. Карнавал, да. Друзья, ну вот мы вышли на Тверскую улицу. Тут оживлённое движение. Поднимаемся в сторону Пушкинской площади. Ну, тоже всё блестит, как вы можете наблюдать. Ну, да. Всякие как огоньки горят, разные цвета. Иллюминация, да. В общем, у нас проспект Мира в Красноярске тоже вот в таком виде. Да, да, да. Вот здесь может масштаб умножить на тысячу как-то. Да, да. Представить, а что такое в Москве. Друзья, вот идём напротив мэрии, и тут стоит пикет. Этот праздник за ваши налоги. Скажите, почему вы решили прийти и встать сейчас пикетом? Мы просто, вообще-то, мы тут обычно стоим за полицепричённых, но чтобы привлечь внимание общественности, я решил немного сменить тематику. Разом. И тут каждый день проходят пикеты, да? Ну да. Ну, в основном, вот, по поводу полицзаключённых. Ну, а сейчас я решил немного сменить тематику, чтобы... На Пушкинской площади, на самой тут какая-то триумфальная арка выстроена, ворота. Там фонтан, огранили иллюминацию тоже. И через дорогу вон там ёлка стоит. Все эти триумфальные ворота снесены. Да, 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 да. Через небольшое время. Ну, через месяц, вот на той стороне тоже стоят триумфальные ворота. Они вообще много где стоят, и на манежке там стоят. Месяц простоят, потом снесут, потом новые построят. Ну, чтобы бюджет осваивать. Осваивать. Осваивать, да, да, да. Вот тут такая ёлка на Пушкинской. Друзья, ну вот мы зашли поесть в грузинский ресторан, заказали себе харчо. Сколько оно? Ну, это ресторан, Мимино называется, да, ресторан. Харчо за триста. Триста девяносто рублей. Триста девяносто. Триста девяносто, да, харчо. Смотрите, прям мясо куски, да. Называется Мимино, мы потом, когда выйдем, покажем вам, где он находится. Возле Белорусского вокзала. Возле Белорусского вокзала напротив, да. Ну-ка, испробовать, да. Давай, пробуй, я есть хочу. Сильно прям. Настоящая грузинская? Настоящая, да. Со всеми необходимыми прикровами. О, и теплая, прям кайфовая. Прям не разогрета в микроволновке, именно прям на плите, такое чувствуется, что сваренная, свежая. Ммм, прям кайф. Кайф. Крапезничаем. Шикарно, классно. Очень вкусно. Очень вкусно. Зелень свежая. Вот принесли нам второе. Мне принесли хинкали со свининой и говядиной. Микс 65 рублей стоит одна хинкали. На Косте принесли? До уму. До уму. Да, ну это армянское вообще блюдо. Хотя, если вспомнить в фильме Мимино, да, ну, как называется, так сказать, и ресторан, и Мимино. Но, Кикабидзе же спрашивает, там, Мкратычану. А, Мкратычану Кикабидзе, а вы, ты любишь долму? А, Кикабидзе говорит, нет. Ну, Мкратычан говорит, у вас просто не умеют готовить долму. То есть, как бы считается, что долма – это армянское. На самом деле, это просто кавказское блюдо, но которое в большей степени, ну, принято считать армянское. Ну, тем не менее, мне настолько понравилась Ереванья долма, и здесь ее мало где можно поесть. Ну, может быть, можно, но редко доводится поесть. Я вот решил, что… Давай, попробуй, скажи, такая же, как в Ереване, крутая или нет? Умнишь, да, какая была? Я помню, там вообще шикарная долма. Да, мы сделали там целую 24 долмы. Я уезжать из Еревана из-за нее только не хотел. Потому что, да, сейчас попробуем. Но она немножечко другая. Да? Она… Начинка немножко другая. Там какая-то другая была начинка и листьев больше. Там было поменьше листьев. Вот это виноградные листья, да, мясо в виноградных листьях, кто не знает. Ну, как бы голубцы только такие вот маленькие. Но все равно очень вкусно. Долма – это все, оно круто. 390 стоило оно? Нет, 320. 320, да? Ну, уже 5 штучек каждый, вот, пожалуйста. Ну, тут, в принципе, это хорошее, большое блюдо. Можно… Как второе, оно вполне карнадо. А я сейчас попробую хинкали. Руками. Подержать? Прям по-классически. Да, я так и вот верну. Но бульон вкусный. Хотя, на самом деле, вот мы тогда ели с тобой год назад в хинкальный, которая называется на Тахтаре, на Китай-городе. Там вкуснее хинкали. Да. А так хинкальный в Тбилиси? Ну, в Тбилиси, там… В Тбилиси божественно просто. Там это не сравнится ни с тем. Без вывески хинкальный. Ну, в принципе, вкусно. Бульон нормальный. Но какой-то вот фарш так средненький. Друзья, ну, собственно, вот это кафе Мимино. Тут надо спускаться в подвал. В подвале находится. Вот, напротив Белорусского вокзала. Белорусский вокзал. Тверская. Тверская, да. И вот здесь кафе Мимино. Неплохое. Неплохое, довольно, заведение. Есть и получше, как бы, не знаю. Но есть можно, не противно. Довольно не очень дорого, как бы. Да. Вот. Ну, на этом все. На этом будем завершать, да. Прогулялись, показали вам немного предновогоднюю Москву. Еще непременно встретимся. Анонс клипа 14 января, если ничего, никаких накладок не будет, выйдет бомбический клип на моем канале нового музыкального проекта. Обязательно ставьте лайки. Я тоже участвовал в записи. Я тоже участвовал. Да, 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 да. И подтверждаю, будет бомба. Будет бомба. Да, 2020. Бомба 2020, да. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Будет много всего интересного. До новых встреч. С наступающим Новым годом. С наступающим. Друзья, вот мы сейчас все снимаем предновогоднюю Москву, сидим хаваем. А я зашел в твиттер, а там, оказывается, в центре Москвы. Перестрелка идет, прям на Лубянке какие-то. Чуть ли не теракт пишут. Не знаю, что такое, как бы. Какой-то ад. Нам в переход, наверное. Короче, там какой-то вообще ужас творится на Лубянке. А мы снимаем мирную Москву и жрем хинкали. Да, хотя надо было, наверное. Хотя надо было контент там пилить, как бы. Спасибо. Спасибо.